Сегодня последняя ночь святок. В этот день раз в году любой желающий может войти в особое состояние духа и стать прорицателем. В старину на Руси девушек традиционно волновал вопрос, какого суженого им предстоит встретить. Но мы же в самом начале 2017 года зададим вопрос, который волнует нас всех. Что этот особенный год готовит России? Каждый желающий может стать прорицателем. Это происходит и открыто для любого человека раз в году. Существовали достаточно простые формы гадания, и соблюдая определенные условия, задача этих условий была выйти в определенное состояние сознания, когда подсознание раскрывается и получает информацию из мира, из системы по запросу, и прогружается уже к нам сознание, и начинает видеть какие-то картинки, либо получать какие-то знаки и интерпретировать их, исходя из своего ума и своего интеллекта. Самый простой называется «И будь что будет». Вы берете две свечи совершенно одинакового размера, задаете какой-то вопрос, на который можно односложно ответить. Да или нет. Да. То есть на одной свечке вы пишете «Да», на другой свечке вы пишете «Нет». Свечка пусть будет которая с левой стороны, это будет свечка «Да», а это будет свечка «Нет». Будет ли счастливая судьба России? Вы можете здесь как бы даже процент МВП загадать. Будет ли Путин все сделать, там, именно на 16-м году, и все. Тут однозначно «Да» или «Нет». Ну, как вариант. Вот заодно и проверим. Гадания более сложные, которые уже требуют трактовки. Берете воск, дальше нужно воск растопить на свече. Пока воск тает, вы начинаете думать над своим вопросом. Свой вопрос нужно влить своей мыслью вот туда в воск, поэтому мы начинаем смотреть на воск и думать над своим вопросом. Дальше, когда он застывает, мы получаем уже ответ. Все, мы выливаем воду и дальше ждем, когда он застынет. Это некий такой древний аналог метафорическим картам. Метафорические карты – это такой психотерапевтический метод, когда показывают человеку картинку, он должен говорить первое, что ему приходит в голову. С этой стороны вы можете просто рассмотреть контуры и что эти контуры вам напоминают. Переворачиваем. О чем вы спрашивали, пройдет без проблем, без препятствий. Это вообще очень редко, когда выливается именно такая гладкая отливка. Дальше вы пишете, что это для вас. Вот этот жест. Да, вот. То есть вы тоже пишете. Вот этот жест. Что для вас этот жест обозначает? То есть у нас вот этот жест, он архетипичный, еще из древнего мира. То есть либо жив, либо мертв, когда там гладиаторов посудили. Очень тоже вот простой способ гадания на камушках. Камушков должно быть 49 и 7 камней с одной реки. Там все тоже очень просто. Вы вытягиваете левой рукой камушки. А вот сколько зацепляется. Вот. И дальше вы их бросаете. Да. Вот. Ну и отсюда идет гадание. То есть вот тут вот хорошо выпало, что два белых камня, потому что там есть очень, ну, черные камни. Но то, что они упали не кучкой, а раскидало, немножко будет разброс по энергии, сложность в выставлении приоритетов. Но дела, они все пойдут на лад. Потому что камушки белые, да, то есть нет беды. Последнее я покажу вам как бы современные карты. Я работаю с картами сета. Колода сета. Это такая современная колода, в которой все изображения, они понятны современному ему и современному человеку. Каждая карта цепляет какую-то вероятность. И вытащив из колоды, вы какую-то вероятность для себя выберете, зафиксируете ее. Вот. Поэтому опять же вас просят левой рукой сдвинуть колоду. Вы свой выбор сделали. Ну, я могу сказать, что то, что вы задумали, на это потребуется очень большое количество энергии. Это будет эмоционально, как бы богато эмоциями, то есть вызовет большое эмоциональное напряжение, но в итоге принесет развитие, хороший такой жизненный расцвет. И, кстати, свечка, да, будет вашим президентом. Как мы благодаря Татьяне узнали, все у нас в 2018 году. Пусть не без труда, но будет хорошо. Нас ждет развитие и рассвет.